Микс Ньюс Микс Ньюс Начнем, наверное, два момента тут хочется обсудить. Что означает это закрытие для нашего медиарынка? Это мы вторым номером, а первым все-таки причины. Что послужило причинами? Потому что добровольное вроде как закрытие, но понятно, что этому предшествовали обыски и сама компания сказала давление. Как вам кажется? Ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас очень мало информации о том, что там произошло на самом деле. Есть разные виды спекуляций по поводу того, кто является истинным хозяевом первого Балтийского канала. Да, нафигурирует миллиардер Юрий Ковальчук, друг Путина. Ничего не говорит, у них подписка невозможность вообще что-то сказать. Поэтому процесс происходит очень-очень странно и тайно. Поэтому очень трудно судить о каких-то реальных причинах случившихся. То, что происходит с медиарынком, конечно, это в Латвии сейчас очень сложная ситуация, очень трагическая ситуация. Потому что первый Балтийский канал являлся, ну скажем так, самым влиятельным телевизионным каналом для русской аудитории в Латвии. Они единственные создавали оригинальную информацию на русском языке на телевидении, серьезную информацию, кроме латвийского телевидения СЕВ, у которых есть некоторые программы. Но это, конечно, аудитория не считала своим каналом. И поэтому, ну, не знаю, может быть, поменяется в пользу. Если есть, скажем так, у регуляторов и у тех, кто делает политику в Латвии, может быть, считает и надеется, что этим самым они поспособствуют смотрению латвийского телевидения. Вы думаете, что аудитория ПБК, точнее, латвийского, вот этой ЛТВ-7, она… Нет, я не, я так не считаю, потому что… Нет, я имею в виду, она значительно ниже, вы думаете, все-таки. Латвийского телевидения, ЛТВ-7, естественно, ЛТВ-7, русская аудитория почти не употребляет, большинством это смотрят латвические аудитории и считают, что они понимают, что происходит в русском обществе. Потому что, в принципе, тот самый, в принципе, ну, того, что канал является мультинациональным и латвийским и русским, конечно, не способствует аудитории, чтобы они его употребляли постоянно. И поэтому, конечно, он не является, ну, таким важным элементом общения с русской аудиторией. Что нельзя говорить, например, о радио 4, которое латвийское радио, которое вещает, Домская площадь, которое вещает на русском языке. Там ситуация гораздо лучше. Но это и есть единственное. Если смотреть на телевидение, то местного продукта на русском языке у нас почти ничего не осталось. Сейчас тоже подробнее поговорим. Вся вот эта трагедия, как вы это назвали, она в большей степени политическая? Ну, какая-то политика здесь явно присутствует. Ну, естественно, что это политика. Ну, экономические причины. Это, конечно, есть, но я предполагаю, что экономические проблемы здесь влияют меньше. Я думаю, что больше политические. Во-первых, надо смотреть на модели финансирования любого СМИ. Если мы смотрим на модель финансирования Первого Балтийского канала, он является частью медиа-алианса, в который входят и российские, и другие каналы, которые они продаются. Конечно, там ситуация была, естественно, очень хорошая. Очень хорошая. Мы помним, как все боролись за то, чтобы получить каналы и их продавать на латвийском рынке. Сейчас ситуация изменилась. Вы видели, что это произошло в контексте и закрытием части российских каналов уже. Да, девяти, по-моему. Да, девяти каналов. Сейчас идет параллельно изменение пакетирования российских каналов так, что ситуация, конечно, идет на то, чтобы уменьшить количество российских каналов российского потребления, русского потребления на рынке Латвии. Но при этом логично предположить, самое очевидное, что по мере того, как пропадают эти латвийские русскоязычные телеканалы, зритель должен переключаться, ну, по крайней мере, последние годы об этом свидетельствуют, переключаться в сторону российских телеканалов. Именно российских, я имею в виду, из России уже. Я бы сказала так, что на российские каналы больше переключается латвийская аудитория, которая смотрит развлекательные сервалы и качественные проекты, если смотреть по… А это вот, простите, это почему? По исследованиям? Как это вы… Исследования. Это показывает исследование, что российские программы смотрят латвийские аудитории очень заметно, их это интересует, и есть определенная часть, которая будет это смотреть. Потому что, если мы видим, ну, пожилое поколение людей, которые выросли на русском языке, конечно, они смотрят российские каналы, молодежь больше смотрит англоязычные каналы и интернет. Линеарное телевидение, конечно, теряет тоже, что немаловажно, что тоже является фактором того, что линеарному телевидению нужно думать, что дальше делать. Но я полагаю, что есть одна проблема. Во-первых, что хочет аудитория в Латвии? Без того, что они смотрят какие-то развлекательные программы российских каналов, им нужна информация на месте. И часть аудитории, конечно, не употребляют информацию на алтышском языке. И это реальность. И мы это прекрасно понимаем и знаем. Хотя бы, ну, политикам хочется думать, что это по-другому. Естественно, реальная ситуация такова. И сейчас вопрос о том, что мы хотим – бороться с пропагандой, с всем, что связано с Россией, или мы хотим говорить с той аудиторией, которая живет в нашей стране. Это две абсолютно разные вещи. Если мы хотим говорить с аудиторией здесь на месте, то мы должны использовать все возможные каналы, языки и говорить со всеми, чтобы они понимали, что у нас здесь происходит. Это одно. То, что связано с другой стороной, которой сейчас занимаются в основном регуляторы и все остальные – это политика. Значит, что нам важнее? Сейчас выглядит, что важнее, конечно, политика. Но если говорить уже ко второму, то, что я говорил, все-таки последствия прямые. Ну, еще я хотела заметить, что нельзя не говорить о том, что приближается Выбороческой Думы. Это связано. Где Первый Балтийский, конечно, имел большую политическую значимость в этом предвыборном процессе. Для определенных партий. Которые работали на конкретной аудитории. Конечно, это тоже, я полагаю, нужно иметь в виду. Что на самом деле, это мы увидим, наверное, позже, когда кто-нибудь ответит на все эти вопросы нам открыто. Возвращаясь чуть-чуть. Все-таки образовало, образуется. Хотя, опять же, не совсем понятно. Совет сказал, что обязаны поставлять ПБК в такой подвешенной ситуации остается. Ну, это можно сделать формально, шикарно, можно сделать по-другому. Поставить видеоряд с текстами. Ну, можно сделать очень легкий продукт, повторить его три раза в день. Такой фокус, да, провернуть? Ну, да, но это всегда коммерсант решит этот вопрос. Но вопрос в том, есть ли вообще у канала деньги сейчас? Может быть, заблокированы конты, как у нас сейчас в стране очень часто бывают? Мы же не знаем этого. Если это так, то вообще, если у тебя нет финансового ресурса, то тогда вообще невозможно ничего делать. Так что очень много вопросов для журналистов, на которых нет ответа. Вот, если учесть, да, закроются все эти программы, в латвийское время образуется вот такое пустое пространство. Оно чем-то, каким образом оно будет расходиться или заполняться? Скажем так, что при тех тенденциях развития СМИ в Латвии, то, конечно, это, во-первых, распространится для больше молодой аудитории. Мы уже видим, что русская аудитория употребляет интернет-порталы, Делфи, ТВ-нет, такие разные вещи есть. У нас есть сильный контент, радиоконтент, который тоже можно употреблять. У нас еще есть пару газет на русском языке, у нас есть еще... А то есть, как вы думаете? Конечно, если аудитория захочет получить местную, локальную информацию, то она, конечно, будет искать варианты, как ее получить. Первое, конечно, будет интернет, есть газета, есть радио. Но еще есть вещи, которые нужно очень сильно думать, что какая-то часть, если усилится, например, информация с российской стороны о том, что у нас происходит, что какая-то часть аудитории будет употреблять эту информацию. А что там будет, мы этого не знаем. Вот это является, по-моему, самым опасным, потому что мы не создаем свое информационное пространство, а даем какую-то часть конкретно российским СМИ. То, что российские СМИ останутся, это понятно, потому что эти изменения, которые сейчас произошли по закону, по пакетированию, по кабельным каналам, это, конечно, не уничтожит потребление российских каналов. Это только происходит, во-первых, это происходит перераздел рынка в пользу больших кабельных операторов, в которых есть 100 каналов, и самые популярные российские каналы, они все равно будут транслировать. За какие деньги, сколько это будет стоить, это другой вопрос. И, конечно, другое, что вместо маленьких каналов в регионах может случиться еще одна опасная вещь, что зрители перейдут на пиратские каналы. И сейчас вот тогда работа будет удаться к отзыву, которая занимается борьбой с пиратством, но это в маленьких кабельных сетях может произойти, потому что за этим никто не уследит. — Гунта Лидок, у нас в гостях, в развороте. Вот не совсем я понимаю, с 2014 года, когда обострилась эта ситуация на Украине, и вся эта медиа-история тоже забурлила, вот из года в год политики, там правящие, они меняются, но неизменно они говорят о том, что нам необходимо укреплять вот это вот мантра, да, медиа-пространство на русском языке. — То, что мы не делаем. — Вот, речь заходила даже... — И мы даже латвийское медиа-пространство не усиляли. — Речь заходила о создании отдельного канала на русском, потом вот этого отказали, сделали вот блок русского обещания. Сейчас, мало того, что это, да, и не произошло за эти годы, как кажется, так сейчас и риторика изменилась, что Левец, что министр культуры Пунтули, что и над Совет по СМИ сейчас говорят, что в принципе и не надо. Русский язык, наоборот, нужно с медиа-пространства убирать, укреплять латышский. Вот как это, что за шизофрения такая, как вообще, что это за позиция? — Нет, ну скажем так, что в любой, я не знаю, на что, конечно, смотрят и что думают политики, но если смотреть с точки зрения европейских стран, в которых есть эти, есть СМИ для нацменьшинств, есть какие-то, где эти общины могут собираться и между собой говорить, и понимать, что происходит в той или иной стране, мы прекрасно знаем, что в каждой европейской стране есть русские СМИ, есть украинские СМИ, есть разные, вот и той же самой Великобритания была там, есть украинская очень сильная диаспора, у них есть свои каналы, свои СМИ, всё это есть, тем более если общины большие. У нас общины, мы знаем, что у нас большие, и от этого никуда нам не деться, и это реальность. Поэтому в любом случае должны быть медиаканалы, которые общаются. Ну я бы сказала, что одна четверть нашего населения, но есть такие, которые этого желают. Поэтому очень важно, чтобы мы с ними, ну если мы хотим насильно заставить, залюбить там того или другого политика, ту или другую идеологию, я считаю, что это невозможно. Мы можем только улучшить ситуацию, понимание друг с другом, общаясь, если у нас нет. Это всё правильно, а государство, вот действия, если переходить к действиям государства, почему это происходит, что на уровне разговоров это всё есть, а действий нет? Ну у нас, во-первых, если посмотреть на, у нас очень разнослойное население. Если смотреть тоже по исследованиям, что думает и как себя чувствует, насколько комфортно общество чувствует в Латвии, что они думают, как они выглядят, то можно там выделить шесть или семь психологических групп, которые думают по-разному. И в политике, конечно, у нас это тоже не очень сильно отражается. И у нас нет самого главного, что, например, я как раз открыла Кантаро-исследование, в котором сказано, что является самыми главными пожеланиями русского и латышского населения, но об этом тоже надо говорить, это понимать. У нас сейчас идут чисто политические войны, у нас о желаниях, пожеланиях народных. В общем, вообще никто не думает. Каждый думает о своём политическом электорате, мы видим, как он разнослойный, и как они друг друга отличаются, это мы видим сейчас с политической культурой страны. И если посмотреть, что является самыми главными пожеланиями латвийского населения, то это является сплочённое общество, о чём мы не думаем вообще. Мы пытаемся только... Говорим только, да. Только говорим об этом. Долгосрочное развитие и радость жизни. Об этом мы вообще сейчас не думаем, поэтому, что является, если посмотреть тоже, что является культурной ценностью, всё это латышское культурное развитие, там 35% общества этого хотят, другие хотят 35%. Национально вы имеете в виду, да? Да, 35% хотят, чтобы общество сплощалось на спорте. И здесь вот, если посмотреть, как себя ведёт политика и что думает народ, то это, конечно, сильно отличается. И у нас сейчас, конечно, очень раздробленная вот эта политика, и поэтому разные решения, которые принимаются, как раз принимаются очень сильно под политическим тем или другим влиянием. Небольшой перерыв. Гунт Алидов у нас сегодня в гостях, медиаэксперт. Через минуту вернёмся. Продолжаем разворот о средствах массовой информации в Латвии и проблемах с ними мы говорим. Вот первый Балтийский канал мы уже обсудили. Ещё одна большая потеря для медиапространства – это телеканал ЛНТ, который ранее стал известен, ещё перед Новым годом, что он закрывается. Вы, насколько я знаю, с ЛНТ тесно связаны. Я была одним из человеком, который создавал, у истоков ЛНТ стояло. Но вот с ЛНТ, как просто в случае с Прямо-Балтийским каналом, там идёт как бы бок о бок это всё с политикой. Здесь как бы политика вроде как нет, есть, наверное, экономические. Это бизнес. Здесь экономические факторы являются. Как вам кажется? Я вообще считаю, что то, что произошло с ЛНТ, это, конечно, было трагически, но мы на это шли. Мы прекрасно понимали, что после дигитализации, когда создавался ЛНТ, у нас было в Латвии два общественных канала лазийского телевидения. И больше не создавалось ТВ-3 и ЛНТ. Больше никого не было. Всё. После дигитализации, когда мы открыли рынок, который стал глобальным, и в который вошли сотнями других каналов, и тем более, что они ещё участвуют на рекламном рынке, мы, конечно, потеряли возможность конкурировать. ТВ-5, и это рано или позже... Мы же помним, ещё было ТВ-5, которое мы тоже создавали в своё время, которое было русское вещание тоже. Это был уже первый симптом, об котором говорили тоже. Все ухнули, ахнули, сказали... Это ещё, по-моему, до Украины даже случилось. Да, да. Или вот примерно в то время. Да, и об этом тоже. Ну, ладно, случилось, но ничего. Сейчас в ЛНТ эта тенденция пойдёт, если у нас не будет государственной, серьёзной государственной политики по медиапространству Латы. А то, которым говорит... Саланте, это как связано? Саланте, это связано. Дело не в этом. Дело в том, что это был канал, который создавал контент, местный контент для местного населения. Мы прекрасно понимаем, что мы конкурировать с большими глобальными игроками не можем. В маленьких государствах... Большие игроки – это кто в данном случае? Ну, как? Это все российские, английские, американские. Ну, так не язык, здесь же латвический язык. Дело не в этом. Они распределяют рекламные деньги. Это ещё Netflix, это Amazon. То есть реклама. Да, это вопрос рекламы. Мы рекламой заработать уже не можем. Если нам нужно местное информационное пространство, о котором говорит президент, о котором говорит все подряд, нам нужно серьёзно заняться вопросами политики. Мы знаем, что есть страны, в которых СМИ, которые создают программу на месте, у них есть в акционном пакете в любом случае местный капитал. У нас этого уже нет. У нас может любой, кто купил, продал. Мы никак не влияем на своё медийное пространство. Мы никак не можем, кроме что, дать деньги общественным СМИ, которые мы тоже не даём. А с рекламой, если ещё более просто, вот самые фундаментальные изменения, которые нуждаются, с Вашей точки зрения, чтобы частные каналы в том числе могли там на плаву находиться? Это сейчас идёт первые шаги. Это идёт через медиафонд, который создан при Министерстве культуры, который оперирует. Там есть определённые деньги, их не очень много. Так же, как и с киноиндустрией в Латвии. Что киноиндустрия в Латвии сейчас поддерживается… Национальный фонд. Да, национальный фонд, который финансируется из бюджетных денег, который даёт дополнительное финансирование на те или другие продукты. То же самое начинается сейчас и с телевидением, и с радио, то, что связано с местным производством. Там, конечно, есть очень сенсивные вещи, потому что мы прекрасно понимаем, если какая-то партия контролирует Министерство культуры, то там могут быть сложности. Это зависит от того, как организуется работа, разделение денег. Поэтому это витально необходимо, чтобы вообще содержать местный контент, и чтобы у нас было это. И разнообразие к тому же. То есть, без помощи государства никак, даже частному? Да. Я делала свою магистровскую работу по глобализации рынков Европы. Маленькие страны не могут. Не могут. И это нужно открыто признать. Большие глобальные, да, они конкурируют, и мы видим, что происходит. Что происходит с All Media, они сокращают всё, то, что связано с местным контентом. Это кто? Помните, какие каналы? Это ТВ-3, это то, что они сейчас там, вся эта группа, они что делают? Они сейчас будут работать столько с покупным контентом, они в один канал поставили всё местное, потому что они понимают, что трудно, потому что без местного контента тоже очень трудно. но они сократили местный контент до минимума. Вот место ЛНТ, как сообщается, я пока, честно, ещё не смотрел, кнопки не нажимал, но ТВ-3 лайф и ТВ-3 мини, значит, заявленные как женский и детский канал. Нет, всё замечательно, но просто женский и детский канал, вот как вам кажется, это то, в чём нуждаются зрители сегодня, то есть, насколько они не поменяли шило на мыло в данном случае? Я полагаю, что это какие-то только краткосрочные перегруппировки ресурсов и сил, потому что сделать эти каналы таковыми, это легче и дешевле, чем создавать местный контент. Поэтому им сейчас необходимо нишевые каналы делать. Да, это всё не местное, это адаптируется, это всё глобальные рынки, это глобальные продукты, покупаются пакетами, они дешевле, гораздо дешевле, тем то, что мы производим здесь на месте. Но это едва ли будет, наверное, пользоваться какой-то сферой популярностью. Нет, ну, скажем, то, что говорить по детским каналам, то это может быть спрос, потому что у нас детского ничего не было на местном рынке, хотя бы адаптированные там для детей в мультфильм, это, конечно, уже будет большая радость для маленького зрителя, который не умеет нажимать кнопки на планшете. А остальным нет. А то, что лайфстайл, то, что делается, то я могу предположить, что какую-то часть пожилого общества, женщин, может перейти на этот канал, там очень красивые сериалы, и опять будет перераздел рынка, конечно, латвийская какая-то часть аудитории перейдет на это, будет смотреть сериал и не будет интересоваться политической жизнью. Может быть, что и хорошо, но я не знаю. Понятно. Коротко, прежде чем дальше мы не перешли, от всей этой ситуации, которая в целом, вот как мы уже сделали, печально и трагично, кто-то в выигрыше вообще остается? В выигрыше, я могу сказать, что в выигрыше остаются глобальные игроки, которые производят... Не латвийские. Не латвийские, конечно. Которые делят между собой рынок, там, русский, англоязычный, и это все там, конечно, сейчас идет в пользу одного или другого, но мы ни в коем случае не выигрываем, потому что, то, что я уже говорила, потому что у нас есть на словах медийная политика, но в реальности жизни у нас ее нет. А так, что, например, вот ушли эти старые вот такие уже ветераны, да, и на их место, например, приходят новые молодые, это вообще возможно? Вот просто появляется вообще что-то новое? Или вы у нас почва для этого не особенно видите? Нет, нет, ну что, у нас появляется, конечно, у нас появляются какие-то новые тренды, у нас появляются аппликации, у нас появляется какая-то другая жизнь, реальная жизнь, другая, которая не связана с линейным потреблением, медиап. И вот в любом случае, что они употребляют, если они вот, та же самая молодежь в планшетах, они то же самое употребляют, что на линейном телевидении, они употребляют какие-то продукты, которые создаются не у нас. Не у нас. Самое главное, сколько у нас останется нашего качественного местного контента, чтобы мы вот этими кликами не перебирали какие-то другие информационные потоки, чтобы мы делали свое. Вот это самое важное, что мы должны сохранить. Но если мы смотрим на то поведение политики по отношению хотя бы общественных СМИ, по финансированию общественных, мы тоже самое видим, что вот эти конфликты бесконечные, что до сих пор у нас в латвийском телевидении нет правления, уже год будет. Год, как мы не... Да, весной. Да, без полноценного руководства латвийским телевидением. У нас мы... А из-за чего? Из-за чего это тянется? Ну, это вопрос, конечно, к регулятору и к политикам, потому что... Регуляторы тоже там меняются главы. Я считаю, что это очень сильно связано с какими-то планами по изменению после принятия закона по общественным СМИ, потому что мы видим, сейчас идет... А, на обсуждение, да? Да, идет обсуждение закона, проекта по общественным СМИ, что это как-то связано с возможной, может быть, я не знаю, я только вижу реально то, что это возможно и связано с объединением общественного телевидения с общественным радио. Ну, да. Раз уж вы о поправках просто заговорили, немножко перейдем поподробнее чуть позже про это. Эти поправки к закону о СМИ, там предлагается, вот действительно идет обсуждение, предлагается вообще сделать, насколько я понимаю, отдельный совет для общественных каналов, который из трех человек будет состоять. О финансировании тоже обсуждается, надо ли привязать, например, к ВВП, на помощь... Они уже отказались от этого. Да, это идея, просто оставить ежегодную борьбу за финансирование. Какова ваша позиция? Вот, во-первых, по созданию отдельного совета и как финансироваться должно общественное СМИ, чтобы успешно все это было? Ну, я считаю, во-первых, все-таки нужно было проценту остаться, но это... мы прекрасно понимаем, что политикам это неинтересно и невыгодно, потому что им нужно, чтобы общественные СМИ зависели в какой-то, ну, скажем, долгом шнурке от них, да? Поэтому они, конечно, выбрали другой путь, который, я считаю, что если мы хотим, чтобы общественные СМИ были независимыми, такого не должно было быть. То, что есть отдельный совет, это практика почти всех европейских стран, это нормально, потому что одной из причин явилось, почему я ушла из Совета по радиотелевидению, это было то, что этот конфликт интересов, который был по регуляции и связанный в одно и то же время заниматься вопросами общественных СМИ, это невозможно. У общественных СМИ есть абсолютно свои какие-то цели, и задачи, которые кардинально отличаются от общей регуляции коммерческих СМИ, и это правильно, но, конечно, это идет очень долго и мучительно. Разделение нужно. Да, разделение обязательно нужно, потому что у общественных СМИ абсолютно другая функция, другое финансирование и другие задачи. то, что три человека, хорошо, что не больше, это слава Богу. Так что, я думаю, что там будет очень кровавая борьба за то, кто эти три человека будет, но самое страшное, что вот такая долгая затяжка того, что вот ничего не происходит уже вот год, что ничего не происходит с латвийским телевидением, что радио то хорошо, то плохо, то все такое эмоциональное состояние непонятное, то у нас кризис, то у нас дали там почти миллион, чтобы не кричали, это ненормально. Ну, нужно какое-то системное отношение к общественным медиа, к коммерческому медиа, которого у нас пока еще нет. Ну, вот понемногу там собирается очередной состав совета, как раз чуть более недели назад они поделили между собой обязанности Ева Калдерауск и Ани Сеглайт из Дану, я думаю, вы этих людей все знаете. Вот как вам этот состав? Я просто еще почитал о приоритетах, там тоже, конечно, интересно, приоритеты совета нового состава, это медиаграмотность, восстановление репутации, советы финансирования общественных СМИ, все то же самое, в принципе, что было до этого. Не говорим о главном. Это самое, нет, то, что новые члены совета, которые бывшие журналисты, говорят о медиаграмотности, что они говорят о защите права журналистов, то, что они говорят о усилении роли общественных СМИ, все это, все здорово, все хорошо, но вопрос в том, что они не поняли, куда они пришли, они пришли в регулятор, а регулятор занимается еще другими вопросами регулирования всего медиапространства Латвии, не только Латвии, но и зарубежных СМИ, которые вещают на территории Латвии. Это немножко другие вопросы. Я думаю, что вот этими вопросами сейчас как раз-то никто не занимается, сейчас все нацелены только на контент российский, занимаются, будет одна часть, которая будет заниматься общественными СМИ, что они конкретно будут делать, не знаю, потому что сейчас будет, но если будет новый закон, то регуляцию общественных отделит от большого регулятора, тогда вопрос, что им кардинально придется менять свою позицию, то, что они вообще там делают. Готовы ли они к этому? Я не уверена, потому что это немножко другая специфика, это никак не связано с контентом, скажем, журналистикой с общественными СМИ. Это абсолютно что-то другое. Ну, посмотрим, потому что вроде бы люди не глупые, но по-моему, та ситуация, в которой они находятся, ничего хорошего не сулит, потому что я проверила это на себе, после долгих лет работы в СМИ я поняла, что если у политики не будет желания приводить в порядок, то любой человек, который там будет находиться, он будет в проблемах. По поводу языка еще вот с подачи президента были переданы поправки в СМИ, которые предусматривают, ну, вы уже упомянули, сокращение доли вещания на русском до 20% в базовых пакетах телеканалов кабельного телевидения. Во-первых, что это означает? Базовые это какие? Это базовые, это первый пакет, который самый дешевый, в котором находится... А в нем разве есть русские какие-то каналы? Есть, есть. Мне кажется, там только латвийские. Нет, там есть все, ну, это то, что вы покупаете в кабельных телевидениях, у вас вот первый пакет, там очень много, там очень разнообразно, есть разные кабельные операторы у каждого по своему. Если это болтком в районах, где очень много русскоязычных, то они обязательно там есть. Есть аудитории, в которых может быть, их нет. Я просто, может быть, что-то не понимаю, но вот тот же Левец, комментируя, ну, преподнося, собственно, анонсировав все эти поправки, он сказал, необходимо сделать упор на европейские языки. Это, как это понимать? Это понимать, испанские, немецкие. Да, это понимать, так и понимать, что вместо российских каналов мы поставим итальянские, французские, испанские, потому что политики так хотят, и кто-то из них это понимает, и им это нужно. То, что, думаю, это основная масса, это уже другой вопрос. Это, по-моему, я уже говорила в начале, что это мало кого сейчас интересует. Это основная масса, но есть еще между ними вот эти посредники в лице кабельных операторов, которым это максимально невыгодно. Ну, кабельный оператор, я уже говорила, если это большой кабельный оператор, как Болтком, большие кабельные операторы, у них не будет не составить никакой проблемы этот пакет сделать, потому что у них в этом базовом пакете очень много каналов, у них там до 100 каналов есть, так что они, эти 20%, им не надо даже 20 российских каналов, мы знаем прекрасно, сколько у нас популярных российских каналов, которые все употребляют. Ну, максимум 5, да. Да, максимум 5. Все, посчитали, сколько это 20%, все у них получается. Не получается у маленьких кабельных операторов в регионах. Потому что у них там, скажем, 10 каналов, у них 2 канала, да, там, ну, 2 канала, если у них 10 в базовом, а если 5, то 1, да. Ну, вот, значит, зритель, который привык смотреть там 5 или 10 российских каналов, он пытается найти, где ему тарелочку, он попытается найти там 3-колор, не знаю, что еще. Пиратство, Митюй, да? Да, да. Он займется своим делом. И не только пиратство, но ты можешь купить, ну, тарелку там поставить в любую страну мира, если хочешь, да. Это не так страшно. Во-вторых, у нас есть смарт-телевизоры, о которых все, наверное, забыли, что в которых ты можешь там получить абсолютно все в интернете свободно. так что сейчас новые технологии позволяют все равно употреблять то, что ты хочешь. То есть, все эти заявления это такая чисто политика ради политики? Ну, это, нет, но попытка, может быть, ну, давить на лень каких-то зрителей, которые не полениться там искать какие-то другие пути, но... Ну да, не все тарелки начнут покупать. Ну да, не все начнут тарелки покупать, но я думаю, что найдется добрые люди, которые им помогут, да. Давайте звонок примем, надеюсь, наушники в этом радиослушателе. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Латышское ТВ смотрел в 91-м году, последний раз. Слушайте, это нормально или нет заставить насильно меня что-то там смотреть? Невозможно. Это как вы думаете, и кому это опасно интересно? Российское ТВ? Для вас опасно? Ну, мне любит это. Спасибо. Ну, это понятно, потому что то, что ваш слушатель говорил, это тенденция, которая проверена на исследованиях, и все прекрасно понимают, что есть большой процент населения латвийского, который не смотрит латвийское телевидение и не будет никогда его смотреть. И мы знаем, там есть и мотивы, почему не смотрят, и там разные причины языки, недоверие, там есть куча разных вещей, то, что он говорил, все нормально, он, я полагаю, что слушатель получает информацию от вас, он вас слушает, мы видим, да, он получает от Делфи, наверное, что-то, он какую-то информацию получит, да, вопрос, что мы, как государство, хотим, чтобы наши люди слушали, смотрели, то, что у нас происходит, живет в каком-то другом, в другой стране, любой, не только, скажем, не в Москве, а может быть, в Лондоне, не знаю где, да. Еще одну историю, у нас уже не такое время остается, хотел, уже не связанную с телевидением, чтобы вы прокомментировали, вот в медиапространстве еще так последние месяцы довольно сильно гремело расследовательский сайт «Рыбалтика». Да. Наверное, следите за этим тем, и вот какое-то время назад вышло их расследование, касающееся национального объединения, а за авторством гражданина России Леонида Рогозина, ну и потом началась, можно сказать, война между национальным объединением и «Рыбалтика», и вот как это все вы видите, например, просто здесь характерно то, что, во-первых, автор этого расследования это гражданин России, который оппозиционен российской власти абсолютно, человек, работающий в многочисленных западных СМИ, по сути, чуть ли не бежавший из России, сюда попал под такую каток национального объединения, которое, ну, не смогло принять. Ну да, и радиослушателям просто двух слов напомню, что расследование касалось того, касалось связи нацобъединения с радикальными неонацистскими организациями якобы. Нет, ну, скажем так, национальное объединение работает на свой электорат, это однозначно, это понятно, меня единственное, что меня пугает в этом всем, что мы этот нарратив уже перебрали на все общество, которое не все там, у них там аудитории, которые, ну, есть такие, во взглядах национального объединения, там, ну, максимум, может быть, 15% в Латвии, не больше, но... связано с русским, даже не понимая, что где позиция, где оппозиция, им все равно, сказали слово русское, все они... Русофобство. Да, русофобство, это святое дело. Это меня немножко, конечно, пугает, что этим нарративом уже, ну, живет не только национальное объединение, но я полагаю, что в любом случае на то у нас есть, ну, исследование, на то у нас есть вот сейчас политика, которая следит все-таки за тем, что мы все-таки думаем, чтобы выиграть выборы, ну, может быть, как-то повлияет на это, потому что то, что связано с объединением наций, ну, скажем, латвийской, русской, не знаю, всей вот латвийской, живющей в Латвии, вопросы безопасности государства, конечно, последнее исследование, которое презентовалось, нам очень важно, чтобы довести до всей нации, до всех людей Латвии, довести то, чтобы что происходит у нас, и если что-то случится, чтобы все были вовлечены. И, конечно, у нас пока это является большой проблемой, но есть, мы видели, что народ живет этим и думает, что это нужно, это показывает исследование, я полагаю, что мы рано или поздно к этому придем. Ну, возвращаясь к Рыбалтике, просто мне показалось еще интересным здесь в этой истории то, что именно Рыбалтика, простите, выступила с этим исследованием, и из-за этого возник Рязанск, потому что это издание, оно воспринималось всегда как такое объективное, ну, не в одни ворота, по крайней мере. Скажем так, у нас есть вещи, о которых мы не привыкли говорить в открытую, потому что Рыбалтика тоже, они все-таки исследовательская контора с репутацией, которая, ну, следит за процессами не только в Латвии, но в мире и в глобальном мире в том числе, и если посмотреть с точки зрения глобального мира, то мы прекрасно понимаем, что вопросы общения не латышской частью населения в Латвии волнует не только Латвию, это волнует, Латвию меньше оказывается волнует политически, чем, может быть, наших партнеров, и это тоже надо иметь в виду, это вопросы коммуникации, мы знаем, что есть гранты, есть проекты, там где-то под латгальской границей создавались, там кто-то пытался общаться на русском, но они неэффективны, потому что не используются те каналы, которые мы должны использовать, чтобы русский слушатель, зритель нас услышал, который на русском употребляет СМИ. Последнее, совсем такой глобальный с вами план возьмем, как раз вот заговорили про весь мир, тема номер один сейчас тут нет вне конкуренции, это коронавирус, и многие говорят, что вот эта тема коронавируса, она стала, ну вот все называют там эпидемией, она эпидемия не столько и не только медицинская, сколько медиа, психологическая эпидемия, медиа, связанная очень сильно с медиа, вот как вы на этот феномен смотрите, действительно получается, что не столько распространяется вирус настоящий, сколько вот этот медиавирус, это какая-то, ну, такая вот признак 21 века. Мы должны, нет, это мы должны начинать думать уже по-другому, меняется мир, мир меняется очень сильно, мы очень тесно связаны с глобальными процессами в мире, мы очень тесно связаны экономически, политически, ну, коммуникационно, коммуникационно, коммуникация это только способ донести ту или другую весть до определенного, определенной части населения, и вот здесь вопрос в том, каковы коммуникационные каналы мы используем, и как они вот влияют на то, и медиа тоже в том числе, есть влиятельные, нет, не влиятельные, кто влиятельный, кто нет, это взаимосвязано, и мы должны, конечно, это все понимать, анализировать и думать, где мы находимся в этом глобальном мире, и что мы можем сказать о том, что происходит своим здесь местным людям, потому что в каждой стране это по отдельности происходит, мы знаем, что там есть разные версии того, что происходит, и мы просто должны, поэтому мы должны создавать какое-то свое, площадку для коммуникации, чтобы понимать, где мы находимся в этом мире. Спасибо большое, время наше подошло к концу, Гунта Лидака была у нас в гостях, всем до свидания и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok,